Здравствуйте! Вы смотрите программу Космонавтика. Выходом в открытый космос отметил свое 40-летие бортинженер 30-й экспедиции на МКС Антон Шкаплеров. Олег Кононенко и Антон Шкаплеров трудились более 6 часов, проверяя на прочность обшивку Международной космической станции. А лучшим подарком новорожденному стал сеанс связи с родными и любимая песня в необычном исполнении. Ждем эти сеансы связи и очень приятно, конечно, хотя бы раз в неделю увидеть свое родное лицо. В начале года Роскосмос объявил конкурс о дополнительном наборе в отряд космонавтов. До конца марта любой мечтающий о звездной профессии может написать заявление в Центр подготовки имени Гагарина. Пока таких заявлений около 50, прямо скажем, немного. Хотя требования к кандидатам сегодня не такие жесткие и за полвека пилотируемой космонавтики заметно смягчились. Прыжок, еще прыжок, поворот на 180 градусов, полный разворот в прыжке на 360. Сложно устоять на ногах. Это один из первых тестов для кандидатов-космонавты. Качество выполнения этого упражнения оценивается в баллах, но мы никого на предварительном отборе не собираемся, так сказать, губить сразу, потому что это процесс дальнейшей тренировки только и всего. Дмитрий Иванов работает в Центре подготовки. Однако сегодня он не инструктор, а конкурсант. Полный пакет документов собран. Заявление, выписки из медицинской книжки. Впереди собеседование с начальником Центра. Собрал все документы. Вот пока готовлюсь. Разрешите? Добрый день. Сергей Константинович, я к вам... Руководитель ЦПК имени Гагарина, летчик-космонавт Сергей Крикалев лично общается с конкурсантами. Для него важно оценить интеллект кандидата и мотивацию выбора будущей звездной профессии. Если бы вы себя поставили на место комиссии, вы мне можете объяснить, почему вы считаете, что вас должны отобрать? Прошлый набор я тоже попытался, подавал заявление в отряд. Но по медицине меня там чуть-чуть тормознули, да. Поехали, набираем обороты. Юрий Глазков, полный тезка-космонавта номер 39, проходит медицинский контроль. Нагрузка на велоэргометре нарастает. При этом пульс должен оставаться в норме. Будущий космонавт и при нагрузках должен сохранять спокойствие. Кстати, вы видите, как он вспотел? Поэтому они и не любят космонавтов. Потому что это тяжело, потому что к нему надо быть готовым. Мы говорим о том, чтобы кандидаты в космонавты показали, возможно, лучший свой результат. В этом году впервые конкурс в звездную команду сделали открытым. Любой мечтающий о космосе может попытаться попасть в отряд. Если раньше ставку делали в основном на военных летчиков, то сегодня отечественной космонавтике необходимы талантливые инженеры и ученые в разных областях. Может быть, какой-то грамотный математик, ученый, инженер, который работает не в космической отрасли, но тем не менее он достаточно полезен будет. Расширив немножко входные ворота по исходному образованию и опыту, который человек имеет, мы понимаем, что нам придется на первой фазе сначала все-таки отобрать людей, которых мы сможем довести до такого состояния, что они будут способны осваивать эту космическую технику. Сегодня антропометрические критерии отбора серьезно изменились. Если полвека назад будущий покоритель космоса должен был весить до 70 килограммов, а его рост не превышать 170 сантиметров, то сейчас на орбиту можно отправить и гиганта ростом под 2 метра, и весом под 100 килограммов. Важно, чтобы желание совпадало с возможностями организма. Это и выясняется на психологических тестах и медицинской комиссии. Этот этап мы проверили на себе. Вот начали по сигналу. Самое сложное – проверка вестибулярного аппарата. Специалисты уверяют – центрифуга не так страшна, как крутящиеся кресла. Именно здесь проявляются скрытые слабости организма. Вот эти ощущения, которые неприятны, могут появиться, это вот и есть болезнь движения. Да, да, вот могут появиться, допустим, через 3-4-5 минут, у каждого по-разному, могут накапливаться и появляться до выраженных, ну, до рвоты. За 2 секунды кресло делает полный оборот. Вот 360 градусов. Испытуемый по сигналу наклоняет голову вправо, влево, потом всем телом вниз. Будто на качелях. Крутиться так надо 15 минут. К финалу испытания уже не по себе. При наличии вот таких кандидатов, можно смело сказать, что можно зачислять в отряд космонавтов, и никаких проблем с ними не будет при подготовке. Хороший вердикт. Конкурс документов уже сейчас, как в престижный вуз. 10 человек на место. Но и это мало. В прежние времена космонавтами мечтали стать тысячи. Личности кандидатов не открывают по этическим соображениям. Слишком обидно, если после очередного теста тебя отсеют. А зарубить, как здесь говорят, могут на каждом шагу. Поэтому уже отобранную четверку кандидатов пока никто из посторонних в лицо не видел. Фильтр, конечно, сейчас жестче он стал. Потому что чем больше претендентов мы ожидаем, тем более жесткие рамки мы вынуждены вводить, чтобы отобрать лучших. Приготовились. Пошел. Два года назад российский звездный отряд уже принимал пополнение. Сегодня эти шесть избранных завершают общекосмическую подготовку. Прыгают с парашютом, выживают в лесу, ныряют с аквалангом. Впереди естественный, жизненный отбор. Сергей Рязанский пришел в отряд космонавтов еще раньше, в 2003-м. Многое давалось с трудом. Без малого 10 лет он ежедневно работает на свою мечту. Пробовать надо обязательно. Во-первых, это прекрасная проверка своего здоровья. Во-вторых, это проверка желания. Насколько реально серьезно ты хочешь или нет. Потому что приходится преодолеть очень много трудностей, сложностей. Не все получается с первого раза, что-то приходится пересдавать. Вот хватает силы пересдать. С собраться и пересдать, у кого-то нет. Сегодня в российском отряде всего 39 человек, среди которых одна женщина. Набрать надо еще 5 человек, как говорят специалисты, чтобы сохранять в отряде космонавтов естественный баланс. В ЦПК ждут умных, физически сильных и мечтающих о звездной профессии людей. Лучшие из лучших, отобранные в этом году в отряд, отправятся в космос уже через 5 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подъем. О, моё! Как сказал Гагарин, поехали! 45 лет назад, в 1967 году на орбиту был запущен спутник Космос-144. В апреле к нему на помощь пришел еще один космический аппарат этой же серии. Так на орбите появилась первая в Советском Союзе система метеонаблюдений – «Метеор». Впервые ученые стали прогнозировать изменения в воздушном океане и погоду на ближайшие дни. А мы получили возможность немного заглядывать в будущее, правда только погоды, и радоваться, если прогнозы сбываются. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи!